Добрый вечер! Сегодня пятница, 6 сентября. Вы смотрите вечерний выпуск сильных новостей. С вами Мария Портова. В Могилёве водитель насмерть сбил ребёнка и вышел на свободу через полгода. Родители мальчика возмущены. Какой приговор вынесли школьнику, который работал курьером у мошенников? Беларус 8 лет вымогал у школьниц интимное фото и видео. Какое наказание он получил? В Могилёве водитель насмерть сбил ребёнка, но через полгода вышел на свободу. Родители погибшего мальчика это возмутило. Смертельная авария произошла 24 января. Десятилетний мальчик не выжил, а водителя приговорили к пяти годам колонии-поселения. Но спустя шесть месяцев он вышел на свободу по амнистии. Родители мальчика опубликовали в ТикТок обращение, где выразили недоумение по этому поводу. Они задаются вопросом, как можно выпустить на свободу человека после смертельного ДТП, у которого 35 административок за нарушение ПДД ещё его пять раз лишали прав. Ролик набрал без малого шесть миллионов просмотров. В генпрокуратуре говорят, что осужденный страдает онкологическим заболеванием. Вмешался генпрокурор Андрей Швет, который принял родителей мальчика. Сейчас проводится проверка. Помните громкую историю, как белорусская пенсионерка повелась на уловки мошенников и сбросила с балкона 760 тысяч евро, который подобрал 16-летний курьер? Вот и финал всей истории. Школьнику вынесли приговор. Несколько слов о нём. Он из хорошей семьи, хорошо учится и профессионально занимается велоспортом. Никто и подумать не мог, что юноша взялся работать на телефонных мошенников. А тот просто хотел лёгких денег. Парень признал вину, показаний не менял. Какой же приговор ему вынесли? Три с половиной года тюрьмы с одним существенным «но» с отсрочкой исполнения наказания. То есть он остался на свободе. Откуда у неё 760 тысяч евро? Белорус вымогал интимные фотки у школьниц, за что получил суровое наказание. Сейчас расскажу подробнее. 43-летний житель Минской области на протяжении 8 лет вымогал у девочек-подростков интимное фото, заставляя их снимать порно-ролики, преследовал и шантажировал. Кстати, он сам воспитывал дочь-подростка. Для своего дела мужчина завёл несколько фейковых аккаунтов в соцсети, где от имени вымышленных подростков вёл переписку со школьницами. Под разными предлогами он уговаривал девочек присылать ему интимное фото или снимать эротическое видео. Если же те отказывались, он начинал шантажировать и угрожать. Напуганные девочки никому не рассказывали о происходящем. Полученные от школьниц снимки мужчина коллекционировал и обменивался ими с такими же извращенцами. Всего удалось установить 26 потерпевших девочек, которым в то время было от 9 до 14 лет. Мужчину обвинили сразу по нескольким статьям и вынесли суровый приговор. 12 лет тюрьмы. Кстати, в 14 лет у меня было нечто похожее, но мне прислали интимные снимки с моим лицом, учитывая, что фото были не мои, и требовали заплатить за эти снимки или же их отправят всем друзьям ВК. Глупо, конечно, требовать деньги у ребёнка. Я показала всё маме, и вопрос решился очень быстро. Нашли ли того человека, я, к сожалению, не знаю. В Беларуси собираются строить новый национальный исторический музей. Сегодня концепцию будущего музея представили Александру Лукашенко. Политик сказал, что стране нужен нормальный музей, который даст понять посетителям, что белорусы имеют право на свою государственность. Добились её и заслужили тяжёлым трудом, потом и кровью. Планируется, что национальный исторический музей появится в Минске на участке между проспектом Победителей, улицей Орловского и рекой Свислыч. По планировке здания повторит контур карты Беларуси. Нам обещают, что в экспозиции музея представят экспонаты и информацию об истории белорусских земель, начиная с древних времён и заканчивая современностью. Белорусская отправилась в Москву на заработки, но в итоге осталась без денег и документов. Юля поехала на заработки по приглашению подруги. Приехав в Москву, зарабатывать пришлось в доме для нуждающихся. Однажды она познакомилась с мужчиной по имени Алексей, с которым закрутился роман. Юлия верила парню и считала его хорошим человеком. Однажды Лёша привёл её на вокзал и сообщил, что едут в Рязань, так как в работный дом пришла полиция и им нужно спрятаться. Несколько дней они жили в лесу, а когда Юля попробовала узнать, что происходит, то между парой возник скандал. После чего мужчина толкнул девушку и та ударилась лицом о лист крыши. Благо, прохожие позвонили в скорую, а врачи зашили рану на лице белорусски. У Юлии не было ни вещей, ни денег, ни документов, поэтому она жила на улице. Хорошо, что случайная девушка обратила внимание на бездомную и связалась с движением «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Сейчас белорусска находится в приюте, женщине ничего не угрожает. Юлия восстановит документы, после чего вернётся домой. В мире сильно подорожали какао-бобы. Взлетят ли цены на сладости? Давайте попробуем разобраться. Цены на какао-бобы немного снизились, но всё равно остаются довольно высокими. Об этом заявил зампредседателя концерна Белгоспищепром Александр Кижук. Он уточнил, что в прошлом году это сырьё подорожало на 70%, а с начала 2024 года ещё на 160. Тем не менее, за 7 месяцев 2024 года цены на шоколад и конфеты в стране выросли чуть более чем 5%. Хотя их вроде как нужно было повышать на 40%, говорят в концерне. Александр заявил, текущая ситуация предполагает значительный рост цены на шоколад и шоколадную продукцию. Но заверяют, что этого не произойдёт, так как основная финансовая нагрузка ляжет на наши кондитерские предприятия, прибыль которых снизится. В ведомстве считают, что кондитерские предприятия смогут удержать доступные для потребителей цены путём снижения издержек и оптимизации затрат. Поэтому значительного повышения цен в Белгоспищепроме не ожидают. Камильчанин снял видео с необычным набором вещей, которые непонятно как оказались в одном месте. Вопросов возникает больше, чем ответов. Сильные новости отыскали в ТикТок видео, которое тянет на задачку со звёздочкой. Камильчанин прогуливался по улице и увидел на дороге набор вещей. Штаны, вставные челюсти, сигарету, конфету, чехол от телефона, ключи, часы и очки. И это всё в людном месте. Мужчина прокомментировал, что в своей жизни он видел многое, но эта картина поставила в ступор. Пишите в комментариях, что там произошло по вашей версии. Ну и о погоде на выходные. Осень пришла, а лето уходить не хочет. Но погода на улице изменчива, как настроение девушки. Утром температура воздуха 11 градусов, днём 27, а вечером 22 градуса тепла. Вот и думай, как одеваться, чтобы было комфортно на протяжении всего дня. Погода пока нас радует и даёт возможность отдохнуть на природе с комфортом. Осадков, кстати, не ожидается. Так что не сидите дома, пока есть отличная возможность не мёрзнуть. На этом у меня всё. С вами была Мария Портова. Подписывайтесь на наши соцсети и присылайте своё видео, о котором мы обязательно расскажем.